Здравствуйте, мои хорошие! Габриэль обладает очень сильным талисманом бабочки. Давайте вспомним, что мы о нем знаем. Бражник способен наделять людей различными магическими силами через бабочек Акум. Изначально Акумы были созданы для исполнения людских желаний, но Бражник начал использовать эти силы в своих интересах. Также он способен Акуманизировать самого себя в случае, если это необходимо. В ближнем бою использует шпагу, находящуюся внутри трости, хотя и предпочитает оставаться в тени. Габриэль стал Бражником после трагедии с его женой. Конечно, это не оправдывает его, но все же, как бы вы поступили на его месте? Частично расшифровав книгу, он узнал о талисманах Леди Баг и Супер Кота, и если объединить их, можно загадать любое желание. Все мы уже давно прекрасно знаем его желания, но при этом остается главный вопрос, каким образом он хочет исцелить Эмили от бесконечного сна. Захочет ли он вернуться в прошлое, чтобы изменить тот день, когда произошла трагедия? Или может он хочет изменить настоящее и воскресить Эмили? Но как мы помним из слов мастера Фу о законе равновесия Вселенной, если где-то что-то появится, значит где-то и исчезнет. Этот закон касается и жизни. Если кто-то воскреснет, значит кому-то придется пожертвовать собой. Я думаю, все вы задавали себе вопрос, почему Бражник не может все изменить без талисманов Леди Баг и Супер Кота. Мы видели суперзлодея Тайм Тайгера, которому подвластно время. Почему Бражник не создаст такого злодея и не изменит прошлое? Ведь это самый простой вариант все изменить. Я долго думала над этим вопросом и пришла к выводу, что Бражник еще слишком слаб, чтобы создавать таких сильных злодеев. Именно поэтому Тайм Тайгера создал не он, а Бражник из будущего. У Бражника уже была попытка создать похожего суперзлодея, повелительницу времени, которой стала Алекс. Но для того, чтобы переместиться во времени, ей требовалась дополнительная энергия. В состоянии перемотки времени количество минут зависит от того, сколько людей она заморозила и сколько энергии они ей дали. Тайм Тайгеру этого не нужно, и он без труда перемещается в любую точку времени бесконечное количество раз. При появлении этого злодея даже Бражник почувствовал его силу. Если бы Габриэль мог создать такого злодея сейчас, то он давно бы уже сделал это. Ведь мы знаем, что он может акоматизировать самого себя. И это мы уже видели в серии «Коллекционер». А значит, он мог сам стать Тайм Тайгером. Вернуться, например, в тот момент, когда Эмили впервые пыталась использовать талисман павлина и тем самым спасти ее от неминуемой опасности. Но почему он этого не делает? Возможно, ему не хватает опыта или силы. Но может он найдет ответ в расшифрованной книге заклинаний? Напомню, что планшет мастера Фу попал в руки Габриэля, где была полностью расшифрованная книга, благодаря чему он смог починить талисман павлина. Но что еще он узнал? Наверняка теперь он тоже сможет создать зелье, которое активирует скрытые способности талисманов, а именно аква, аэро, космо и ледяную силу. Я думаю, дело в том, что он пока не способен отправлять одновременно несколько темных акум. Мы видели, как он отправляет сотни акум, но только при помощи Натали, которая в образе катализатора усилила его силу. Но в образе красного бражника он не может аккоматизировать самого себя. Теоретически он мог бы сначала аккоматизировать Натали, сделать ее катализатором, затем аккоматизировать самого себя, став там тайгером, и с помощью того же катализатора усилить свои способности перемещения во времени. Хотя, мне кажется, это слишком сложная схема. Бражник из будущего вряд ли использовал такую схему. Возможно, сила Габриэля не настолько сильна, и он способен на создание лишь слабых злодеев, с которыми Леди Баг легко расправляется. Как мы знаем, в разных руках талисманы могут отличаться своей силой, возможно, это зависит от внутренней силы человека, а талисман лишь усиливает их способности. Помните, в серии «Рефлекта 2» Мистер Баг все равно остался слабее Леди Нуар, а это доказывает, что сила талисманов напрямую зависит от силы его хозяина. Габриэль, возможно, недостаточно силен, его внутренние переживания за жену и сына делают его слабым Бражником. Я думаю, Бражник из будущего не обременен проблемами и благими желаниями. Бражника из будущего двигает лишь месь к Леди Баг, и именно из-за этого был создан Тайм Тайгер, чтобы расправиться с Леди Баг, пока она уязвима и не получила тех знаний и опыта, благодаря которым она станет практически неуязвимой. У меня есть еще одно предположение, что, если изменение прошлого не помогает? Что, если Бражник уже неоднократно пробовал все изменить в прошлом, но Эмили раз за разом все так же погружалась бесконечный сон? Может, ее состояние не связано с использованием Талисмана Павлина, может, это просто какая-то неизлечимая болезнь? Именно так можно объяснить неспособность Бражника повлиять на состояние своей жены. В таком случае, объединение Талисманов – это действительно единственный способ все исправить. А как вы считаете, почему Эмили в капсуле и может ли Габриэль найти другой способ исцелить свою любимую? Напишите мне в комментариях, и помните, я читаю их все и с радостью дарю сердечки. А вы знаете, что у нас есть интересный канал в инстаграм? Название канала вы видите на экране, ссылочка в описании. Здесь вы точно не заскучаете. Жду ваших супергеройских лайков, подписывайтесь на канал и не забывайте жать колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok